Анастасия уже представила. Ну вот я вижу, да, несколько человек есть, наверное, даже многие, да? Через неделю я хотел бросить Арифлэйм по одной причине. Мне объяснили, что смысл этого бизнеса в создании организации, но никто не хотел. Мне объяснили, что, ну, в принципе, можно ещё и продавать. Я показал каталог своим знакомым, но никто ничего не купил. Причём в тот момент я вообще был в шоке. Я понял, вот как мне женщинам теперь доверять с того дня. Одни мне говорили, ой, да, Арифлэйм — это очень продукция. Другие говорили, ой, фу, Арифлэйм, я не пользуюсь. Кому верить? Потому что в моей семье мы никогда не пробовали ранее. И я не знал, правда, это хороший продукт или плохой. Оставалось вот доверять интуиции. Обратите внимание, прошлый год, кризис, какие-то войны, да, и в страны СНГ, я не знаю, там, страны Азии, да, вот. Постоянно что-то где-то происходит. Но международная компания Арифлэйм сделала прирост 5%. Вы оказались в нужном месте и в нужное время. Много это или мало, знаете, для компании, у которой обороты уже более миллиарда евро в год, это очень крутая цифра. Поверьте, это очень много. Это мы берём в среднем. Но наверняка есть страны, в которых чуть хуже дела, ну, каких-то местных ситуаций и есть, где намного лучше. Что же надо делать? Три простые действия, которых мы с Галиной учим наших новичков. Надо приводить людей, создавая организацию. Сначала к нам и сиди молча. Если эти люди где-то далеко, и мы не можем с ними увидеться вживую, зови на скайп, на вебинар. Если эти люди где-то рядом, то лучше увидеться с ними вживую. Почему, знаете? Но наше влияние будет сильнее, если мы встали в глаза. Это вот как посмотреть концерт звезды вживую, в зале, да, по монитору. Наверное, вы такое ощущали в жизни. Есть большая разница. Значит, что я предлагаю сделать новичку? Понять, что можно работать с тёплыми контактами. И мы на это делаем акцент, что начни со своего телефона, начни с тех людей, кто у тебя в друзьях, в соцсетях. Начни с них. Ты их только заинтересуй с работком, а дальше всю работу делаем мы. Ты сидишь рядом и учишься. Почему с тёплыми контактами? Знаете, как этот бизнес не вчера придуман, да, отработан веками. И любой учебник возьми по сетевому бизнесу, там пишут «начни с тёплых контактов». Это момент преодоления. Я знаю, некоторые говорят, «Ой, мне легче чужих позвать, чем своих». Правильно. Но когда ты делаешь что-то, что тебе тяжело, что-то, что тебе некомфортно, это момент развития твоей личности. Так, напишите. У Алены только виснет или у всех? Если у вас виснет, ставьте минусы. Если хорошо, ставьте плюсы. У Катюши всё хорошо, идём дальше. Я вам хочу напомнить историю про бабочку. Что происходит с гусеницей? Жила себе гусеница, никого не трогала. Вдруг попадает она в кокон. Она полностью разлагается. Я буду рад, если кто-то через этот вебинар уже ощутит такую трансформацию, отношение к себе, к своему бизнесу в Эрифлее. Она разлагается на клеточки, на жидкость, и потом формируется абсолютно новое тело — бабочки. Но этот новый организм, чтобы выбраться из кокона, должен приложить огромные усилия, титанические усилия для того, чтобы разломить кокон, расправить крылышки и полететь. Помните историю, когда мужчина гулял в парке, заметил разламывающийся кокон, помог надломить его. Бабочка вышла на свет, расправила крылья, но никогда не смогла летать, потому что он проделал важную работу за неё. Очень тонкая грань, да? Вот что такое научить человека или сделать вместо него? Знаете, мы никогда не делали вместо, мы делаем вместе с ним. Это очень важный принцип для того, чтобы ваш бизнес развивался очень стремительно. Вы поднялись в директора, бриллиантовый и выше. Так вот, приводить людей. Рекомендуем тёплый. Ну, если человек уж совсем противится, ну, хорошо и холодный, раз ты так настаиваешь. Помните, по-прежнему у нас живые встречи в приоритете. Вы как хотите. И если это невозможно, расстояние, грудные дети, то, конечно, по интернету. Скайп-вебинар. Даже те люди, которые у нас вырастают, перейдя с тёплого или холодного рынка через интернет, они становятся менеджерами, выходят в директорах. Я всё равно считаю важным встречаться с ними. И не только на банкетах и конференциях, а выезжаю, вылетаю для того, чтобы завязать отношения. Запишите. Вы знаете, как раньше думали, земля на трёх китах стоит. Вот что-то похожее есть у нас. Это законы сетевого бизнеса. Первое. Это бизнес отношений. Выстраивайте отношения. Чтобы, несмотря ни на что, человек думал не о том, чтобы, знаете, бросить или продолжить, а думал о том, что он член команды, что он, по сути, предаёт себя и вас. Завязывайте отношения. Один мой знакомый, исполнитель Алексей Котт, он сказал, в одно время я стал на 90% строить бизнес и на 10% отношения. Моя структура развалилась на глазах. Но у него жена очень мудрая женщина. Вовремя подправили. Говорит, теперь у нас 90% отношений и 10% бизнеса. И растут, как на грибах. Ой, как на дрожжах на грибах. Первое. Второе. Сетевой бизнес — это бизнес эмоций. Унылые люди с налётом тихой грусти, с мордой побитой собаки, у них не получается приглашать и развиваться. К ним, если даже приходят на встречу, послушают и уходят. Знаете, как бы я ни старался, но одна женщина даже до менеджера дошла. Она сидела рядом со мной на встречах. И вот с таким лицом, вот с такой выражением, что люди, которые приходили, они все отказывались. Я ей говорю, чтобы 5, 10, 20 человек прослушали презентацию, и все отказались. Скажи, пожалуйста, о чём ты думаешь, когда твои знакомые общаются со мной, вот сидя рядом? А о чём? Да не знаю, ни о чём слушаю. Я говорю, давай прям проанализируй. Может быть, у тебя есть в голове какие-то мысли отрицательные, что он откажется, что ему не надо? А, да, есть. Знаете, я сижу, рассказываю, моя задача, чтобы человек в себя поверил, в Reflame мне поверил, а она сидит и гипнотизирует его, что он откажется. Человек не поймёт. Ему так всё понравилось? Почему он говорит нет? Сам не сдух уходит. Значит, пожалуйста, следите за гигиеной мысли. Записали? За чистотой мысли. Я думал, что это в Reflame, но потом умные книги, появились какие-то знакомства, люди миллионеры, и рублёвые, и долларовые. Вы знаете, я среди них не нашёл негативщика, скептика. Так, у кого ещё видео без звука, ставим минус, а у кого со звуком, ставим плюс в чате. Гения пишет, что я у неё без звука. Наверное, вы помните этот старый анекдот, когда два бизнесмена встречаются, один другому говорит, поехал в зоомагазин, за сон не было, пил слоника. Представляешь, говорит, посуду моет, с детьми играет, цветы поливает. Вообще вот чудо какое-то. Тот говорит, ты, братан, на тебе 10 тысяч долларов, продай мне этого слона. Он, извини, говорит, не могу, дети привыкли, жена, ну, он уже как член семьи, на 100 тысяч долларов продай слона. Ну, в результате беседы за 100 тысяч долларов продал. На следующий день покупатель приезжает с наездами. Ты что мне за слона продал? Он все цветы сожрал, посуду побил, кучи везде поналожил, жена с детьми в шоке. А этот слушал, слушал и говорит, знаешь что, с таким настроением не продашь. Следите за настроением, это очень важно. Помните, бизнес эмоций. И третье, сетевой бизнес, это бизнес цифр. Конечно, каждый из нас хочет пригласить двоих в Арифлейм и получить 24 бриллиантовых директора стать долларовым миллионером в президентской команде. Но это не работает. Надо позвать очень многих людей, да? Вы знаете, мы с женой позвали сотни. Я не считал, но уж точно сотни из них зарегистрировались. Кто-то просто для себя, кто-то бросил. Кто-то увлекся продажами в интернете или вживую с каталогом. Есть 15 человек, которые начали создавать свой бизнес с Арифлейм. Смысл этого бизнеса — создание организации. Кто-то ушёл полностью в интернет, кто-то вообще сейчас только на тёплом рынке вживую, кто-то совмещает холодный-тёплый в интернете и холодный-тёплый вживую. Это ваше право. Но вы должны понимать, что нам надо использовать современные технологии. И мы видим по цифрам, по статистике, я шучу и говорю, староверы, те, кто до сих пор сторонятся соцсетей, скайпа, вебинара, у них медленный рост. Хотя мы с супругой за последние полгода пригласили многих, троих лидеров запустили, три менеджерские ветки. Если бы мы начали полгода назад с нуля, у нас сейчас бы с ними было более 7 тысяч. Это по старинке живые встречи, друзья, знакомые, родственники, друзья, друзей, знакомые, знакомые. То есть, знайте, что это работает. Но в это же время мы видим, что люди, которые используют соцсети, там зовут людей, рассказывают по скайпу и вебинару, обучают по скайпу и вебинару, у них быстрее рост. Пользоваться продукцией мы учим новичка и, конечно, посещать все вебинары и семинары компании Reflame. И вы как хотите, а я против того, чтобы люди лазили по Ютубу и смотрели, что попало. Они мне говорят, я послушала Васю Пупкина и сделала как он. Он рассказал, что мне надо сделать в соцсетях то там, 500 страничек, отправлять тысячу... Слушай, у него хоть какой результат? Я не против. Он кто? Директор бриллиантовый? Какой результат? А я не знаю, говорит, он не сказал. Будьте осторожны. Сейчас очень много людей, знаете, как правило, умеющие пузать, очень любят учить летать. Делите зерна от плевел. Учитесь у Лены с Денисом. Я плохо знаю присутствующих здесь директоров, золотых, сапфировых, бриллиантовых. В общем, учитесь у тех, кто сегодня реально растет и имеет результат. Моя знакомая очень быстро взлетела в исполнительную команду. А живет в Ростовской области, в России, маленький поселочек, там сотня другая людей. Она закрыла исполнительного, открыла золотого исполнительного. На семинаре, где было 15 тысяч человек, она сказала, секрет моего успеха просто это слово из шести букв. Вот напишите, какое. как вы думаете, что за слово из шести букв? Пока тишина в чате. Да, часто пишут работа, но она сказала другое слово. Она сказала больше. Делать немножко больше. Поставьте плюсы, кому слайд на экране уже знаком, вы знаете, о чем здесь речь. В году 365 дней. Если мы возведем одну сотую в 365 степень, то получим 37,8. Тут не суть важна, просто цифра, большая цифра. Если мы чуть-чуть меньше, вот 0,99 в 365 степень, то получим вот такую мизерную цифру, 0,03. Когда мне задают вопрос, Сережа, ну почему? Я делаю то же, что они, но они вон уже сколько званий закрыли, а я, у меня не получается. Надо честно, честно. Вот у нас в команде есть бриллиантовый директор Зульфия. Мы сейчас записали профессиональный видеоролик, ее спросили, в чем секрет успеха? Она говорит, вы должны быть честны для начала сами с собой. Сколько я знаю историй? Вот, я столько работаю, а результаты такие маленькие. расскажи, сколько ты работаешь? Много! Я говорю, во-первых, с чего ты взяла? Что твое много? Это действительно много. Ты с кем это сравнился? И второе, расскажи, что значит много? Запишите себе, вот эти в Эрифлейм, это проводить встречи новенькие. Все остальное это ассортимент, это так, для развития себя и людей. Рост в этом бизнесе, работа, это встречи с новыми людьми. Вот вы сегодня сколько часов проводили встречи, напишите в чате, сколько вы сегодня часов работали в Эрифлейм? Одна женщина на этот вопрос сказала, ну сегодня у меня ни одной встречи не было. Я говорю, хорошо, сколько вчера? У тебя была скайп-встреча или живых? За неделю, помнишь? Ну, за каталог, вот за конец каталог, сколько ты пригласила? Я говорю, и за каталог. Она говорит, ну, кажется, приглашала. Кажется, приглашала, скорее всего, одна-две, а может и врет вообще, да? И это она много работает. Будьте честны. Так вот, обратите внимание, чуть-чуть не доделывать или делать на один шаг больше. Огромная разница через год работы. Не за каталог, но через год. По-шведски работать, нет, давайте так, по-испански, это, вот мы с Денисом, кстати, были, да, на вечеринке, я помню, в Испании недавно, в Валенсии. Это трабаха слово. Так люди, мы говорим, что больше надо трабахать. Очень похоже на такие русские слова. Когда мы узнали, что по-шведски работать, это йоба, выступал генеральный директор Ари Флейм, и он что-то говорил по-русски, с акцентом, а шведы, они не очень-то эмоциональные. Ну, Магнус, да, вот остальные, посмотрите. и как-то он уже в конце видит, все засыпают, решил взбодрить людей. И он такой, йоба, 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 наши сживились. Он, оказывается, по-шведски говорил, что надо работать, но наши по-русски тоже правильно поняли, что надо работать, встречи проводить, находить новых лидеров. Недавно на встрече женщина сказала, ну да, это все интересно, но Ари Флейм это не мое. Я ей сказал, ну вы правы, да, я вас понимаю, наверное, Ари Флейм тоже не мое. А что ж вы этим занимаетесь? Я говорю, ой, вы знаете, мне так нравится, я так люблю Ари Флейм, но когда у меня стоит выбор, знаете, если есть возможность, да, покататься на яхте, смотрите, море, вот этот соленый воздух, да, паруса, я не знаю, мне очень, нравится. Вот Олег по-русски добавил, да, по-белорусски, видимо, написал. Так вот, мне очень нравится заниматься парусным спортом, но это дорогой вид спорта, и зарабатывая в Ари Флейм, мы можем себе это позволить, живной. Покупали клюшки для гольфа, мы на Бали, брали платные уроки игры в гольф в пятизотечном отеле Лолит, это тоже интересно, потому что в моей жизни этого не было, это я читал в книжках, миллионеры, миллиардеры, что они играют в гольф, представляете, тогда я даже мечтать не мог, что смогу себе это позволить, но это дорогое удовольствие, поэтому я очень люблю Ари Флейм, и каждый день у меня есть встречи, мы очень любим снежные горы, и в этом году я оставил цель, три горнолыжных курорта, цель достигнута, причем я выезжаю с друзьями, со спонсорами, с лидерами, с семьей, и это тоже стоит денег, плю Ари Флейм, мы любим много время проводить с семьей, но мы сами решаем, когда гулять, когда в кино, вы понимаете, о чем речь, и для этого нам надо было очень хорошо и много работать в Ари Флейм, я честно всегда говорю, как и Олег, что мы много проводим встреч, много работаем, ну и много качественно отдыхаем, это меня мотивирует, я знаю, что я попашу, поработаю, да, я вечерами устаю, я бывает не помню, кто был на первой встрече, на первом скайпе, кому я что сегодня писал и рассказывал на вебинаре с утра, я устаю к вечеру, но я знаю, что потом я буду получать удовольствие, наслаждаться жизнью, вместе с семьей, путешествовав, посещая лучшие курорты мира, так, кому эта идея близка, вот кто понимает, о чем я говорю, что надо попахать, надо посеять, а потом урожай собрать. Здесь должен вам рассказать про мою тещу, она более 30 лет отработала медициной, а тесть дослужился до начальника милиции, первый раз я позвал, он отказался, сказал, что у него не получится, это не его, второй раз позвал через время, он сказал, у него нет таких людей, ему некого позвать в Арифлейм, отказался, третий раз он наконец-то пришел, ну, последний раз они вот два звания закрыли, старший золотой директор, получили 3,5 тысячи долларов только премию, уже несколько раз в год были за границей, вот за последние полтора года семь стран мира они объездили, 60 лет, семь стран мира. Ребят, давайте честно, но не такие большие зарплаты в Белоруссии и в России, да, а пенсии тем более, у вас вообще есть знакомые, кто за последние полтора года семь стран мира бы объездил? Это интересно. Что сделали они? Звали многих, но двое взялись всерьез, два мужика, менты на пенсии, эти двое стали директорами, что может быть проще, найти двоих, понимаете, да, это можно и в Гродно, и в Минске сделать, и у меня в Кропоткине и в Москве. Моя чёща получает огромное удовольствие, у неё, как и у меня, много комплексов, а это важно, я вообще боюсь психологов, мне кажется, что они меня могут, ну как бы изменить, да, вот по их мнению сделать правильным, и я знаю таких людей, они начитались книжек, насмотрелись на семинары, знаете, особенно девочки, да, она говорит, я женщина, я должна заниматься семьёй, я счастлива, но до поры до времени, помните, с милым Раев в шалаше, до первых заморозков, да, а потом что-то где-то шарахнуло, и ходят попрошайничать, деньги ищут, блин, то операцию надо срочно близкому человеку, то ещё что-то, зачем? Да посмотри в Reflame, вот, давайте честно, вы видели хоть так, да, ну, может быть, нас с женой, может быть, Лену с Денисом, вот, мы такие вообще убитые горем, вообще вот, вот, всё так плохо, да, я не видел счастливее людей, чем люди растущие в Reflame, вы видели, вот, что происходит с людьми, когда новое звание закрывают, даже директор, да, даже первый раз на 3% выходит, люди реально от души счастливые, они получают удовольствие от любимого дела, у них есть время получать удовольствие от общения с близкими, любимыми, блин, значит, женщины, запишите секрет счастья и гармонии, это закрывать каждый год новое звание в Reflame, но режим труда и отдыха никто не убирал, да, не отменял, выиграл, и планировать, успевать везде, и здоровьем заниматься, и детками, и мужьями, так вот, моя тёща заходит в магазин, Аленка, смотри, у меня 30 минут прошло, продолжать или заканчиваем, напиши, она зашла, у неё четверо внуков, и она заходит в магазин и говорит, так, каждый по одной игрушке, ну, там есть уже школьники, они такие умные, они берут конструкторы Lego по 13, ой, ну, в доллары сейчас переведу, ну, наверное, там где-то 200 долларов конструктор, игрушка, и тёща не запрещает, так, продолжать или заканчиваем, чё молчите, и тёща не запрещает, на кассе расчевается спокойно, для неё вот это удовольствие, понимаете, с Эрифлейн, она может, может заплатить за любую игрушку, которую выберут её внуки в магазине, и она не будет говорить, нет денег, вы что, не знаете, какие пенсии у бабушки, да, ну, классно, правда, когда ты и в 30 лет, и в 60 лет, благодаря этому бизнесу, можешь реально чувствовать уверенность в завтрашнем дне, но для этого пыхать надо, приглашать надо, надо делать больше, чем вчера, работать, вы посмотрели, трабахать, ёбать, что хотите, делайте, назовите новых людей, найдите лидеров, хотя бы два, лучше шесть, мы сейчас нацелились на 12, а потом и 24, в общем, знаете, сейчас, чтобы не было разногласий, я до этого говорил, что у нас 15 лидеров, просто я имел в виду в первой линии директоров, драгоценных, и менеджеров, а вот чтобы нам войти в исполканную команду, надо 12 директоров, их пока нет, работаем над этим, значит, здесь на картинке видны мужские мечты, да, вот слева внизу, это мои две, вот черный джип, я мечтал новый Volkswagen с салона купить, никто ничего не давал, все сами в Reflame заработали, блин, ну, тогда по тому курсу это было около 100 тысяч долларов, представляете, в 29 лет, нет, 27, 27 лет я сел на новый автомобиль из автосалона почти за 100 тысяч долларов, это только в Reflame, а вот жене вот эту вольвочку беленькую Reflame подарил, за то, что мы вышли на бриллиантового директора и выполняли автопрограмму, Настя пишет, что она тоже нарохочет, справа внизу, вот мой друг Алексей Колтун, и здесь видно автомобили, которые, ну, у него и у его лидеров в Reflame, заработанные здесь, в прошлом учитель физики в школе, справа вверху это мой спонсор Дмитрий Рубан, Дима был командир рота спецназа, у него была мечта, что два джипа с одинаковыми номерами 110 мчатся по трассе, оба лендровера куплены в автосалоне, новые, ну, у них там и особняк уже за миллион долларов, в общем, ребята, в Reflame можно зарабатывать, и что для меня всегда удивительно, сейчас я пью, я дал ссылку нескольким дорогим для меня лидерам растущим, есть ли они здесь, а, не вижу ее, то есть, есть Екатерина, Екатерина живет в небольшом городе, у нее четверо детей, четверо детей, спасибо, Аленочка, Екатерина молодая девочка, ну, наверное, лет 25-30, вот так, четверо детей, подчеркиваю, Катя за 4 каталога уже вышла на 15%, то есть, ребята, можно сегодня быть дома, используя современные технологии, эффективно расти в Reflame, помните, она говорит, Reflame это не мое, я говорю, это тоже не мое, но мы очень любим с женой путешествовать, и за последние 8 лет мы посетили около 30 стран мира, почему говорю около, но те, где мы были денечек, я когда там, и мы вообще никак не можем посчитать, мы стояли на какие-то страны, хотя мы пьем Wellness, я очень люблю Wellness Pack, но не могу вспомнить уже все, чтобы вы так жили, Алена, вам тоже дальнейших успехов, чтобы забывали вообще, где вы отдыхали с Reflame и без, поставьте плюсы, кому интересно в следующем году оказаться на лайнере, 6-звездочный лайнер, другого в жизни не видел, 2 лайнера, 6 тысяч человек, 2 континента, 3 страны, 4 города, мы будем стартовать с Рима, ну вы знаете, Рим, да, это древнейшая история, на каждом шагу, тут Ватикан, тут эти фонтаны трави, тут за углом заходишь Колизей, там есть улица, я вам покажу, улица самых дорогих магазинов, бутиков, я помню, когда мы с женой были, ну понимаете, мы из нищеты, да, вот нам это, такой кайф тратить деньги, когда мы просто ходили по этим магазинам, там, Хюгабосы, Сальвадор Феррагама, да, и мы просто смотрели, покупали то, что нам нравится, но для этого тогда надо было стать сапфировым директором, да, вот менеджер, директор еще вряд ли так может себя вести, хамский в этом Риме, даже золотой, я не знаю, поэтому, пожалуйста, за этот год поработайте активно, квалификация началась с пятого каталога и аж до четвертого, сделайте хотя бы золото, но лучше сапфира, бриллианта, ну это все хорошо и красиво, мы ведь с вами продолжим путешествие, и там будет греческий остров, знаешь, когда остров такой каменный, и разноцветные дома красивые, это такая сказка, я был на таком острове, там Эгейское море, вот знаешь, как пропеллер, ну не пропеллер, скажи, винт-винт работает под водой, и вода вот так бурлит, прям бирюзовая, я стоял вот как зомбированный, понимаешь, я смотрел, я не мог глаза оторвать от этой красоты, это настолько впечатляет, ну раз в жизни хотя бы надо это же увидеть, а афины, у нас в Афинах банкеты Рифлэйм будут проводить, все оплачено, блин, вы были в Афинах, афины-то помните греческие мифы, легенды про Геракла, замок Афродиты, надо это увидеть обязательно, но конечно большой успех это большая команда, и я стал думать, Ирочка, Кутечка, реально ли это для них, ведь ближайшие, раньше начали, заметьте, эти люди не первые в России, уж точно не первые в мире, но они сейчас номер один по доходу и результату, 19 лет с Арифлэйм, заметьте, долларовые миллионеры, знаете ли вы, кто сейчас второй результат по доходу в мире Арифлэйм, понимаете, это девочка, которая в августе позапрошлого года, то есть, она полтора года в Арифлэйм, услышите, новичок, полтора года, как зарегистрировалась, Китай, до нее уже 10 лет там работал Арифлэйм, были директора и золотые бриллианты, видели, 10 лет, но чуда не было, вдруг приходит девочка, которая за полтора года выходит сейчас в президентскую команду по доходу, она номер два, всех обогнала, хотя, извините, Арифлэйм, 49 лет в мире, посмотрите, ее даже нет, вот в этом рейтинге топ-15, еще не вошла, вот 16-17 год, она только войдет, представляете? Интересно, что здесь есть мужчины по одному, ну и женщины по одной, да, есть парами, когда говорят муж против, жена против, ребят, это отговорки, это когда ты просто не хочешь, посмотрите, здесь есть люди, которым уже за 70, но и есть люди, которым там 30, то есть и стар, и млад, я это увидел и понял, блин, что все-таки успех в моей голове, и большинство наших с вами проблем решит рекрутирование, поиск новых лидеров, здесь есть люди из разных стран, напишите, в Беларуси какое население, подчеркиваю, здесь нет ни одного человека из Беларуси, но парочку из Украины, парочка из России, здесь есть люди, 9 с лишним миллионов в Беларуси, здесь есть люди из Сербии, там 2 миллиона, Румыния, там тоже что-то в районе 2 миллионов жителей, я не помню, Турция, Ебипет, там побольше населения, в Индии уж тем более, да, в Мексике, но посмотрите, Монголия, Монголия, 2 миллиона жителей, степень, нищета, магазины завалены Лореалем, Джилетом, там, не верят, Олег, не понял вопрос, чего я с Беларусью, да, Олег, вы с Беларусью, но здесь в топ-15, посмотри на картинку, в числе долларовых миллионеров, Диана, видите, в числе долларовых миллионеров нет ни одного из Беларуси, ребят, я не имею в виду на нашем вебинаре, я говорю на картинке, топ-15 мира, вас не хватает, понимаете, Витебск, Минск, у вас есть потенциал, люди в маленьких странах стали долларовые миллионеры, а у вас 9-10 миллионов, и что вы сидите, кого вы ждете, так, я доступно объяснил, поставьте плюсы, или еще раз повторить, мой лидер однажды сказал, ты нам не рассказывай, правильно, надо наводить порядки в Беларуси, Арифлэйм продвигать, и себя вместе с ним, ты нам не рассказывай, говорит, типа, как приглашать, мы умеем, ты нам расскажи, что сделать, чтобы люди оставались, есть ответ, пишите, первое, мечта, если ваши новички заражены мечтой, они с вами останутся надолго, может быть, навсегда, ваши люди должны быть заражены мечтой, да, кто-то уже приходит с этим навстречу, а кто-то даже не знает, чего хотеть, надо помочь человеку найти смысл жизни, я говорю, конечно, о материальных вещах, как выявляю мечты, простейшие вопросы, если ты начнешь зарабатывать дополнительно, хотя бы 100 долларов, по Reflame каждый месяц, зачем, на что потратишь? 200 долларов, кто-то 1000, 10 тысяч долларов, куда, на что? Кто-то открытый расскажет, кто-то закрытый, сразу и не ответит, может быть, хотя знает зачем. Одна умная женщина сказала, вы должны знать, ради чего вы это делаете, и второй вопрос пишите, ради кого вы это будете делать, когда будет тяжело, когда будут руки опускаться, если вдруг что-то не получится. Магнус Брэнстром однажды показал кривую роста Reflame. Вот рост-рост, он говорит, но если посмотреть по каталогу, вот так, то вверх, то вниз, главное, чтобы в этом году лучше, чем в прошлом. Сравнивайте не с прошлым каталогом, а с годом назад. Здесь я сейчас горжусь вами и нами, мы с вами растем по сравнению с прошлым годом. Мечта. Есть хорошая книга, вот вам нашнее задание, найдите ее хотя бы в интернете, прочтите. Автор ее Тарасов. Название «Книга для героев». Книга для героев. Тарасов. В этой книге очень хорошая мысль, что ваша мечта должна выходить за пределы вашей жизни. Разберитесь с этим. Второе. Новичок с нами будет надолго, может быть, навсегда, если вы будете сопровождать и выводить его на первые деньги в первые же каталоги. Ну, пусть не тысячи долларов, но хотя бы, чтобы он в первой каталоге заработал десятки, сотни долларов. Знаете, вот эти пирси, маленькие деньги, они дают вкус, аппетит приходит во время еды. Человек уже верит в себя, верит в Эрифлейм и готов зарабатывать тысячи, десятки, выйти на сотни. По статистике, кстати, лишь 10% из вас выйдут на доходы в тысячу долларов. И лишь 2% из вас станут топ-лидерами страны, может быть, мира, войдут в 2%. А вот что надо делать? Обучайтесь этому бизнесу, одним вебинаром тоже не расскажешь. Третье. Люди будут оставаться с вами, если вы их будете вводить в команду. Как мы это делаем? Ну, если есть возможность вживую, я знакомлю на семинарах, в СПО, с другими лидерами, с параллельных структур, да? То есть, знаете, мне надо, чтобы человек здесь как можно больше зацепок имел. Если это интернет, мы имеем, вы, наверное, тоже, да? Поставьте плюсы. У вас в команде есть какие-то чаты? Скайп, Ватсап, Вайбер, вот группы, где вы новости выкидываете какие-то обмен, вопросы-ответы. То есть, когда мы такого человека новенького заводим в скайп-чат, к примеру, мы просим его приветствовать, и все пишут, привет, смайлики, там еще что-то, и его просим рассказать о себе. Пусть учатся, а то, знаете, как они заходят, стесняются и сидят молча только читают. Вот разговаривайте их, знакомьтесь с командой, он должен почувствовать, что он часть коллектива. Вы, наверное, слышали такое, человек говорит, ой, зарплата маленькая, спрашиваю, а что не увольняетесь? Говорит, коллектив хороший на работе, нам надо это учитывать. Сегодня одна девушка выступала, у нас была встреча на тему wellness, wellness клуб, и она десять раз сказала, что мне очень нравятся люди, Парифлейм очень хорошие люди. Вот этот эффект должен быть у нас в командах с вами. Часто спрашивают, вот вы же раньше вообще в интернете не работали. Я могу сказать, что, наверное, я один из первых онлайн-лидеров в России и СНГ, потому что в 2005 году, когда я зарегистрировал одноклассники, тогда были переписки с моими бывшими одноклассниками, там, бывшими одногруппниками, переписки с людьми, приглашал их на живые встречи. Мы это используем. Тогда у нас почему-то не хватило ума, да, начать проводить скайп-встречи. И чтобы развивать человека в другом населенном пункте, за сотни тысячи километров мы выезжали вживую. Сейчас это скайп и система обучающих вебинаров. Значит, интернет не должен работать сам по себе. Помните, да? Если есть возможность и система, то есть если что-то что-то может это в так OiP. Как запас и и и и с и Не слышно меня было, да, Денис? Значит, знакомы ли вам фамилии? Это российские, правда, лидеры. Может быть, какой-то еще? Что вы слышали? А сейчас видно, слышно? Ла-ла-ла. Есть? Хорошо. Значит, я вас спрашивал и спросил фамилии людей, которые за последние несколько лет активно работают в интернете с холодным рынком, немножко с теплым. Они сделали большое, хорошее звание в компании Reflame. Ну, это российские лидеры, да, скажем? Мы с ними поменяемся вебинарами, и угадайте, о чем они просят меня рассказать. Я слышу их семинары вживую и вебинары. Знаете, все они сейчас начинают работу с новичком и говорят ему. Ты сегодня зарегистрировался в Reflame? Пиши список имен. Пиши этим людям в соцсетях предложение заработать деньги и выводи к нам на Skype и вебинары. Ребята, хочу, чтобы вы услышали. Самый короткий путь к успеху. Начинайте с теплого рынка. Активно используйте интернет. А если у вас будет желание, добавляйте холодный рынок. У меня, например, сегодня регистрация в Украине. Это холодный рынок. Женщины переписывались ВКонтакте. В процессе этой переписки я вывел, я не говорил, что Reflame. Я сказал, работа в интернете. Работаем в проекте TR Group. И... Сейчас, Олег, скажу. И по Skype провел ей презентацию. После презентации какое задание дают? Регистрируйся на официальном сайте. Или я беру данные и регистрирую, если вы хотите. Морковка работает. И завожу на вебинар по расписанию. Добавляю в Skype чат. Я знаю, что у нас с вами одинаковое название. Территория роста. Когда мы это увидели, мы даже создали логотип. Видите, у нас TR Group работает в интернете. И я уж уверен, что и вы у нас, и мы у вас, да, не передирали это. Говорят, рыбак рыбака видит издалека, да? А еще говорят, что успешных людей мысли сходятся. Поэтому я рад, что у нас с вами в двух командах такое название. Ничего, ничего, Олег. Более того, это даже, наверное, хорошо, потому что мы с вами выкладываем фотографии, да, бывает с хэштегами, они как-то перекрещиваются в соцсетях. Ну и пусть люди видят больше успешных, растущих лидеров в наших с вами командах, проектах. Из чего мы состоим? У нас есть чаты, у нас есть вебинары по расписанию, свой канал на YouTube. Мы после вебинаров записи выкладываем туда. Ну и, конечно, обучающий сайт, где мы собрали самые лучшие наработки наших лидеров и моих друзей и вложили их в обучающий сайт. Пришлось платить деньги, чтобы нам его создали. Но есть такой, знаете, кладезь знаний, где можно найти инструкции, как работать с теплым, с холодным, в соцсетях, на досках, по списку знакомых и так далее. Ну, еще немножко время есть, да, буквально пять минут. Давайте поговорим про то, что нас с вами ждет в этом бизнесе. Олег спрашивает, девушкам проще, потому что косметика… Не знаю, Олег, я вообще с косметикой не работаю, я с людьми работаю. И многие говорят, что с мужчинами даже легче работать, да. Быстрее схватывают, много не думают. Ну, так говорят, что провели исследование, что мы мужчины тупее женщин. И, видимо, поэтому мы очень эффективны в этом бизнесе. Мне сразу сказали, надо приглашать людей, помнишь? Я и пошел. Просто делал это неправильно, в открытую, пойдем в Арифлейм, пойдем в Арифлейм, пойдем в Арифлейм. Они отказывались. Через неделю стал книжки читать, слушать спонсоров. Значит, когда у моего новичка вот так что-то он делает по-своему, я спрашиваю. Скажи, ты будешь делать по-своему или правильно? Ну, ты по-своему уже пробовал, да. Давай, может, теперь правильно делать? Сейчас экономика турбулентности. Парль, валюта местная прыгает, скачет вверх-вниз, удачное время. Дело в том, что, вот видите, светлые столбики – это рост компаний прямых продаж и сетевого маркетинга. Темные столбики – это спад последние 10 лет, 5 лет в розничных продажах, в сетях магазинов. В этот кризис хорошо продаётся сладкое, алкоголь и, конечно, косметика. Психологи объясняют эту тему, Олег, что, знаешь, как это те продукты, которые снимают стресс и напряжение у людей. Но заметьте, это мы говорим о категории масс-маркет. Всё, что идёт с лакшери, оно, конечно, тоже в спаде, потому что люди деньги прижимают. Все процессы сейчас замедлились – и деторождение, и рост зарплат, и пенсии, да. И люди очень аккуратно тратят деньги, не раскидываются. Что мне нравится, что цена не дешёвка. Запишите, хорошее дешёвым не бывает. И второе. Красота и здоровье либо оплачивается, либо оплакивается. Понятно, да? Если говорить о других компаниях, которые зовут, приглашают нас работать с ними, это статистика от ассоциаций прямых продаж и сетевого маркетинга. Вот как ни крути, можно, конечно, и со стиральными порошками деньги заработать, и с кастрюлями, и с фильтрами, и со страховками, и звонить адвокатам, и ювелирка. Чего-то нет. Даже в Японии Toyota сетевым маркетингом пробовала машину продавать свои. До сих пор в Скандинавии Electrolux сетевым маркетингом продаёт бытовую технику. Но цифры показали. Через этот метод работы, метод продвижения товара, лучше всего идут косметика и wellness. Поэтому вы не удивлены, что Арифлейм сфокусировался на двух каталогах – косметика и wellness. Олег, я думаю, теперь ты меня понял, да? Что, наверное, с кирпичами и запчастями для машин тебе было бы легче, ну, морально. Но это не так выгодно, как работает wellness. Обрати внимание, как много нас, мужиков в Арифлейм. Если взять даже все косметические компании, большинство из них открыли мужики, генеральные директора мужики. В общем, нормальные, с жёнами, с детьми, да, не какие-то там. Шикономия. Помните? То время, когда люди даже с деньгами ищут товары высокого качества по доступной цене. Над чем надо работать нам с вами, лидерам? Напишите в чате, кто из вас от 0 до 6 процентов, поставьте плюсы. Кто уже от 9 до 18 процентов покорял, поставьте восклицательные знаки. Кто уже делал 22 процента и выше, поставьте 22. Знаете, я сейчас покажу три пункта, и неважно, на каком уровне вы находитесь, эти три пункта вам всегда надо над ними работать. Говорят, самая трудная работа — это работа мозгами, работа над собой. Где-то я на днях прочитал, что человек такая скотина, ему всегда хочется обвинить кого-то вокруг. Первое — ответственность. Вот возьмите на себя ответственность. Поймите, что не Ари Флейм. Олег ещё не подписан. Олег, вам надо обратиться к тому, кто вас пригласил на этот вебинар. Он поможет вам, если вам это вообще интересно. Загистрироваться и подскажет, с чего начать. Ну, балет, да, известный во всём мире. Посмотрите, что стоит за этой грацией, красотой прыжков. Это очень важно, чтобы мы с вами понимали. Не Лена с Денисом, не мы с Галиной. Кто вас позвал? Вот, знаете, в ваших успехах, равно как и неудачах, виноват один человек. И это ты. Это я, да, вот это я всё сделал, понимаешь? Конечно, я всегда благодарен моим спонсорам и наставникам. Без их помощи, без их поддержки, без их наставления и обучения я бы бросил, у меня бы ничего не вышло. Второе, над чем надо работать, это... Вот я вам про ответственность поясню. Одна девушка говорит, Серёжа, а почему ты нам не сделаешь слайды? А почему ты не дашь таблицу? А почему ты не дашь расписание? Это отсутствие ответственности. Такой человек выше директора не поднимется, пока не изменит здесь мышление, понимаете? Я говорю, слушай, ну да, хорошо, я сделаю, давай это сделаем вместе. Но почему ты этого не сделаешь? А что если больше никогда тебе не позвонит Гоглоев? Что если больше никогда не организуют Лена с Денисом вебинары и вообще вот закроют эту вебинарную комнату? Что, так и будете сидеть, ждать у моря погоды? Я понятно объяснил? Поставьте плюсы. Как это происходило у меня? Мои спонсоры собирали людей на семинар. Сотни. Я вышел на 12%, может, даже на 9%. Я думаю, так, надо собрать... И мне надо своих собрать. Я собрал своих. Знаете, на безрыбье и рак рыба, кого мог. И что там, мы там семинарились. И кто-то в тот момент принял решение, что он будет не просто для себя, а возьмётся за дело всерьёз. Я посмотрел, мои спонсоры отмечают Новый год, корпоративы. И я собрал своих, как сейчас помню, 13 человек. Но это был уже наш корпоратив. А я тогда был 15-процентником. Нет, я участвовал во всех мероприятиях спонсоров, но ещё и свои начал делать, поняли? Я просто старался вот как можно скорее научиться делать то, что умеют делать они. Я смотрел, как люди вывозят на какие-то там семинары, на какие-то базы отдыха людей. Я вывозил своих, но мы уже учились, чтобы совсем скоро делать свои. Так и произошло. Знаете, когда одна девушка сказала мне, а я, Серёжа, хочу работать в интернете, я ей сказал честно, но это было два с лишним года назад, что у меня пока нет опыта, я могу научить тебя работать со знакомыми вживую, но пока не знаю, как в интернете. Но вот у нас есть один товарищ, он уже там директором стал, слушай, позвони ему, поговори, блин. И она позвонила. Я уж не знаю, что ей сказал он, она так и не начала той методикой, она начала учиться, искать информацию. Мы что могли, советовали, но это не так было эффективно. В конце концов, эта девушка в этом году уже закрыла директора и вот-вот откроет старшего золотого. И она сейчас на вебинаре. Вот Марина Себенкова. Где-то, где-то здесь. Марина взяла на себя ответственность. Ребят, почему рост, почему развитие? Второе, стрессоустойчивость. Учитесь этому. Еще давно у Брайана Трейси мы прочитали. Что все великие лидеры, у них высокая стрессоустойчивость. Понимаете, да, о чем я говорю? Это люди, которых, вы знаете, ничем не возьмешь, блин. Его в дверь, он в окно. У всех плохо. А он говорит, знаете, у меня все равно, все хорошо, даже когда все плохо. Когда его съели, у него два выхода. Понимаешь? И такое ощущение, вот как бы его... А он крепче, понимаешь? И он опять в следующий каталог, что-то там растет, кого-то зовет, что-то делает. Казалось бы, у него все, все валится, все не так. Кто-то бросил, еще раз. А он опять поднимается, блин. В общем, крепчайте, друзья мои. Вам еще много чего пересешить надо будет. Ну, давайте честно, вот легко катиться под горочку вниз, знаете, ходить на работу, идти к нищенской пенсии, а вот подниматься на вершину горы, свой бизнес развивать, в Эрифлейм карьеру делать, это никогда не будет просто, да? Это усилие, это напряжение, это цепки пути, это где-то опередил, где-то отстал, ты не ожидал, а тут вдруг град с молниями, камни с неба сыпаться, да? Лавина сошла. То есть всегда будет что-то водное. И в этот момент проявляется, лидер ты или так себе. Назад побежишь или будешь искать пути, как обойти, как преодолеть. Значит, запишите, Татьяна, Драгун или Драгун, да уж, простите, не знаю. Не бывает нереальных целей, бывают нереальные сроки. Каждый из вас может подняться на вершину. Надо учиться правильному подъему, но рядом с вами есть инструктора, которые уже это сделали. И они спускаются, и поднимаешь. Диана пишет, что без труда вообще не вытянешь. Да. И не засунешь тоже, Диан, да? Да, везде надо работать. Что в спорте с олимпийским чемпионом? Одна женщина говорит, ну, вы так интересно рассказали, хорошо. Я попробую. Я говорю, да не пробуйте, делайте. Это же разные установки. Пришел человек в спортзал и говорит, попробую стать чемпионом мира. После одной тренировки, а лучше на следующий день. Мышцы болят, все ломит. Он говорит, нет. Будь чемпионом, это не мое. Вы понимаете, к чему я? Олимпийскими чемпионами как становятся? Через не хочу, не могу, через боль. Поставил цель, добейся. Принял решение, отвечай за свои слова. И делай, делай. В конце концов, тебе ж только хорошо будет. Для себя это делаешь. Так вот, научитесь, как барон Мюнхгаузен, даже если плохо, вытаскивать себя. Нет настроения, создай. Знаете, анекдот есть, совсем не смешной. Женщина приходит и говорит, доктор, ой, у меня никакой половой жизни и воспаления на лице. Доктор говорит, так, никакой половой жизни и воспаления. Воспаления на лице и никакой по жизни. Да, замкнутый круг. Дорогие, вы же понимаете, что вы можете разорвать любой круг и сделать его прямой и взлётной полосой. Третье, над чем надо работать, коммуникация. Это следует после ответственности. Возьми на себя ответственность и учи этому других. Не надо всё на себе тащить. Учи других быть самостоятельными. Учи по чуть-чуть, понемножку. У меня трое детей, повторюсь. Как мы их учим? Ну, кушать я имею в виду. Сначала ребёнку ты даёшь, да? Ты кормишь ложечки. Но в руку ему даёшь, чтобы он пробовал. Обливается, играется там этим супчиком. Всё вокруг летит. Здесь, конечно, надо... Как говорят мои спонсоры, ну, чего вы обижаетесь на ваших людей? Это как ваши дети. Если он обкакался, но вы его подмыли, в попу поцеловали, опять любите, правда? А ваши люди будут делать ошибки. Ну, к сожалению. Знаете, не ошибается тот, кто не работает. Я даже рад, когда у них что-то не так, где-то ошиблись. Супер. Потом ребёнок уже начинает, раз я, раз сон, и в конце концов ребёнок уже сам учится кушать. Так и в Арифлейм. Я провожу первые встречи с его окружением, а он рядом. Потом он вместе со мной, потом он сам. Хоть через скайп и вебинары, хоть вживую, хоть с тёплым, хоть с холодным рынком. Друзья мои, если я смог донести что-то интересненькое, новенькое, поставьте плюсы. Может, вы притчу про бабочку запомнили, анекдот про слоника, я уж не знаю. Если есть вопросы, напишите. Спасибо Олегу уже за его вопрос. Просто на этом мы подошли к концу. Я рад, что вы ставите плюсы, значит, не зря мы с вами потратили время. Так, если у матросов есть вопросы, пишите. Подводя итог, давайте ещё раз вспомним. Каждый из нас должен определиться, он работает, чтобы жить, или жить, чтобы работать. Наталья спрашивает, расскажите, как за полторы недели выйти на 22%. Это, наверное, Наташа читала, у меня фотография есть, комментарий выставила. Наташа, эта девочка не зарегистрировалась сейчас. Она уже некоторое время в Арифлейм, но не знаю точно, она у неё в глубине. Просто прошлый каталог у неё было 18% за каталог, а сейчас за полторы недели уже 22%, понимаешь? Но у нас есть каждый год кто-то лидер, кто выскакивает на 22%. Мне нравится одна история. Эта женщина звала десятки людей. Она новичок, двое деток. Согласились 13 в первый каталог, 13 регистраций. Из них трое оказались лидерами. Они тоже стали звать своих людей. Вот когда каталог закончился, Наташа, я посчитал. Их было 75 человек с заказами более 7500 баллов. У кого-то нолик, у кого-то 300, у кого-то 30, всё как в жизни. Поняла, да, мысль? Это возможно. Как такое делают люди? Она никогда не была в Арифлейме вообще в напомниках. Это, знаешь как, жизнь отмотивировала. Есть люди, вот скажите, алмаз от бриллианта чем отличается? Я был удивлён, что это один и тот же камень, но бриллиант это огранённый алмаз, отточенный. Вот ваш путь от новичка к бриллиантовому директору это отточить грани, и из алмаза вы уже драгоценные, вы хорошие люди. Надо стать бриллиантом, огранку. И вот, к сожалению, мне до сих пор надо и тут, и тут подточить, и тут отшлифовать. Да, я до сих пор это делаю. А она, Светочка, спасибо, она пришла и вот прям готовая её жизнь обточила. Может быть, муж, может быть, родители, я не знаю. Но, Диана, у вас тоже ещё потом придут люди, лично я целый год выходил на директорский уровень, а эти в первый каталог, понимаешь, в глубине. То есть, к вам придут такие, не волнуйтесь. Но у нас есть много таких историй, я думаю, нет смысла, по-моему, и так понятно, что сегодня быстро растут люди, которые каждый день много работают. Я анализировал, те, кто вот за несколько каталогов выходят на 22%, они работают, встречи проводят, работают, встречи, не в офисах сидят, не ролики смотрят про Reflame, а работают. По 8-10 часов в день у них встречи, встречи, встречи. Мой новичок сказал, Серёжа, а как они создали такой поток? Я бы тоже сидел, рассказывал о презентации, а людей где столько взять? Я говорю, слышишь, сегодня ты должна найти пару часов, чтобы писать, напиши 30-40 знакомым. Хотите, поделюсь, как я пишу? Давай возьмём Facebook, однокласснично. Пишу тем, кто у меня в друзьях. Они, может, реально и не друзья, но пиши. Приветствия. Давай, приветствия. Второе пиши. Комплимент. Ребят, ну поставьте им пятёрочки, классы. Напишите, как они хорошо выглядят, какие у них яркие фотографии. Может, заметили, что они выезжали куда-нибудь в Вильнюс, спроси, о, ты за границу ездила, отдыхали в Европе? Хотя у вас, я знаю, Вильнюс, это так, за угол съездить. Итак, приветствия человеку. Привет, давно не общались, как ты, как дела, какие новости? Слушай, отлично выглядишь, комплимент. И третье, надо оставить какой-то открытый вопрос. А где сейчас работаешь? Ну и человек вам отвечает. Могли бы вы мне сказать, вот если вы этим вечером, прямо сейчас, десяти таким друзьям напишите, сколько вам ответят? Ну, примерно. может вы с ними годами не общались? Вот из десяти, сколько вам ответят? Я смелюсь сказать, что ответят шесть-восемь человек, да, как и у Лены здесь. Остальные, может, позже, они, бывает, раз в год заходят просто в соцсети. Вот многие пишут, что все, соглашусь. Может, они просто через день-два, да, объявятся и ответят. Ребят, давайте честно. Я каждому из них предложу и скажу, что, слушай, мы сейчас в интернете начали работать, у нас новый проект, мне люди нужны. Может, подскажешь тебе или кому-то из знакомых, ну, нужен дополнительный основной доход? Тут могут быть возражения, ой, да я в это не верю, ой, что-то опять куда-то влезло, ля-ла-ла-ла. Или могут, правда, спросить сразу, а что заработать, сколько платишь, что делать надо? Или написать, ой, наверное, это мое, это, но вы же умные люди, вы говорите, слушай, давай я тебе расскажу, а ты потом решишь. То есть, ребята, ваша задача переписками лишь вызвать на скайп или вебинар. Если вы ставили плюсики, вы новичок, тогда к спонсору. Если вы ставили восклицательные знаки 22, вы уже менеджер, директор, да учитесь сами. А как рассказать? Да начни! Десять раз расскажи, и ты начнешь замечать, когда люди соглашаются, а когда отказываются, какие примеры надо приводить, а какие ни в коем случае нельзя. Самое главное, посмотри на Лену и Дениса и на других директоров успешно растущих в Ланде. Учись у практиков, учись у тех, кто сегодня растет в Reflame, а не кто попал, а где попали какие-то бизнес-тренеры, психологи. Так, если я смог объяснить, ставьте плюсы. Теперь давайте честно. Ну, допустим, пять ваших знакомых зашли и послушали скайп или вебинар-презентацию, как мы работаем сейчас в интернете с Reflame. Признаемся им, конечно. Вот из пяти, которые услышат, у меня точно один, два, три, бывает все пять регистрируются, а у вас? Теперь давайте честно. Вот сейчас я вам показал суперновейшую систему, методику работы в интернете. У нас с женой день через день регистрации, вот так, ребята. Что вы думаете? Что там, я не знаю, люди фантазируют. Но, как вы думаете, когда мы с вами вот так, поработав эту следующую неделю, зарегистрируем 10-15 новеньких, у нас появятся лидеры, которые начнут вопросы задавать, учатся, звать своих. Да! Один-два. А дальше будете вы, как говорят, морковкой или ромашкой. Я это называю. Вы будете фермером или филателистом. Это лишь ваш выбор, но и вашего спонсора решайте сами. Работает всё, что правильно работает. Мои лидеры говорят, Серёжа, а как мы теперь будем работать этой морковкой, писать одного под одного? Это же противоречит, что мы рассказывали ранее. Я говорю, знаешь что? Я всегда вас учил, что надо два, три, идеально пять лидеров. Пятёрку набрал и пошёл в глубину. Морковка! Но раз вы решили одного морковку, второго морковку, через год-два у тебя будет как раз то, что я рисовал тебе. Пять по пять. У тебя это будет. Ребят, понятна мысль? Ну, немножко разная стратегия. Это как, знаешь, из Гродно доехать в Минск. Но есть вроде как одна дорога. Можно по прямой без остановки. Можно с остановками в кафе пофотографироваться там возле озера, да, на берегу, не знаю, там реки. Ну, а можно где-то объехать. То есть, это вопрос вот второй. Можно ехать на Volvo XC90, да, шведская машина, как и Арифлейн, шведы. Лучший внедорожник года. А можно на старенькое 40, но тоже домчать. Это всего лишь системы. Так, вопросы есть? Ну что, уже прошло больше часа нашего общения. Спасибо вам за тёплый приём. Вы были сегодня очень окчатим, мне это очень помогло. Я буду рад, если вот какие-то примеры, истории, направления поможет вам больше быть в соцсетях, приглашая людей, больше проводить скайпов, развивая свою команду. Я рад, если вам помогут, ну моё обучение, да, вот то, чем я поделился, найти ещё больше новых лидеров в ширину, в глубину, как хотите. Ну что вам сказать, до встречи на юбилейной конференции на лайнере в следующем году. Пожалуйста. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова